Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпятом или же Александр, и сегодня вместе с вами мы продолжим выживать, изучать и крафтить всё, что нужно для зомби-апокалипсиса в игре под названием Зомб-Пирсер. А если вы скучали по Зомб-Пирсеру, прямо сейчас можете, прямо со всей силы, так БАМ по лайку! Ну, в общем-то, можете этого и не делать, но если хотите поддержать... Ладно, ребят, хватит, хватит, откидываем дурость в сторону, потому что сегодня у нас реально много серьёзной работы. Во-первых, мне нужно понять, как можно прикрепить фонарик к шлему. Оказывается, это возможно, и когда я узнал об этом... Блин, друзья, это же гениально! Наконец-таки я перестану откладывать кучи кирпичей под собой, когда ползаю по подвалам. Вот только вопрос, а как это делается? А что для этого нужно? У меня есть шлем. Неплохо, приятно. У меня есть фонарик. Великолепно. Но одно с другим, как бы так скажем прямо, нифига не сочетается. В теории, да, можно было бы использовать какую-то изоленту, но этого у меня нет, и само по себе оно не скрещивается. Значит, если подумать логически, можно понять. Нам нужен специализированный верстак конкретно для этого изделия. Не знаю, металлический это будет верстак или какой-то другой. Давайте пойдем в локомотив и посмотрим, что у нас есть. Металлический верстак. Нужно древесину взять и металл. Окей, попробуем провернуть это. Во-первых, шлем, скорее всего... Ну, блин, я не знаю, он металлический или нет. Усиленный мотоциклетный шлем. Скорее всего, он сделан из каких-нибудь полимеров, а внутри там какая-нибудь пена, чтобы смягчить удар, потому что если бы это был металлический шлем, и ты бы в нем ударился, приятного было бы мало, прям минимально. Ну, в общем, ну, в целом, наверное, верстак может подойти. Ладно, не нужно строить какие-то догадки, нужно просто брать металл, а именно 6 единиц и 3 единицы доски, если я правильно помню. Ну, возьму 6, пускай лежит в инвентаре. И попробуем скрафтить этот самый металлический верстак. Если сработает, друзья, и у меня будет шлемный фонарик, ух, это самая классная вещь в игре. Ну, не считая дробовика, пистолета, бейсбольные биты, хотя, наверное, шлемный фонарик даже лучше. Смотря с какой стороны посмотреть. Окей, верстак у нас есть. Установлю я его противоположно нашему старому верстаку, чтобы именно это помещение было полностью посвящено конкретно крафтам. Не знаю, насколько это ровно, ну, вроде более или менее. Нужно было немножечко на себя. Ну, пойдет. Так, далее нам нужен железный ключ. Да, друзья, я знаю, что можно разбирать бочки и завалы с металлоломом с помощью этого ключа, но я сознательно этого не делал, так как у меня почти всегда все перегружено. Я не могу собрать даже те ресурсы, которые просто лежат в ящиках, не говоря уже о тех, что лежат на земле. Просто древесина мне сейчас нужна гораздо больше. А металла у меня, друзья, ну, просто полный склад. Не знаю, куда его одевать. У меня вон 39, хотя, блин, не так уж и много. Если сейчас я начну строить окна, и различные изобретения, металл закончится. Но в таком случае мы уже и будем заниматься сбором его. Пока идем сюда. Так, у нас есть фонарик из металлолома. Великолепно, прекрасно, но этого мне не нужно. Кстати, зачем для фонарика двигатель? Тоже непонятно. Железный камин, офигеть! Можно будет уютно с потрескивающим огнем проводить время в поезде. Пускай и с грубым дизайном. Современный железный камин. На нем, наверное, можно пожарить картошку. Швейная машинка. Механизм граммофона. Плавильная печь. Современный стол с ящиками. Прикольно, удобно наверняка. Ну и больше ничего такого нет. Ну, наверное, с помощью швейной машины можно было бы это создать. Так, а что у нас тут еще есть? У нас есть стол портного. Пошив одежды и доспехов в домашних условиях. Звучит логично. Наверное, именно на столе плотника и можно будет скрафтить этот самый шлем. Великолепные, прекрасные, великие. Но нужна швейная машина. А для нее потребуется... Ой-ой-ой-ой-ой. Металлические слитки. А чтобы получить металлические слитки, нам нужна плавильная печь. Печь у меня уже мозги пухнут. Так, окей. Начнем с плавильной печи. Метал, бутылки, механизмы и двигатель. Давай. Двигатель один нужен. Пять мне ни к чему. Далее нужны бутылки. Я не помню, сколько. Четыре вроде. Но пускай будет четыре. Металла я возьму сразу. Дофигища его нужно. Семнадцать. Ну и вроде как... Вроде как... Вроде как механизм я еще забыл. Отлично. Как всегда. Три механизма. Давайте сразу троечку нажму. И создадим плавильную печь. Конечно, мне не хочется тратить на это столько ресурсов. Но без этого у меня не будет шлемного фонарика. Кстати, плавильная плеч... Плечь. Ха. Шлемный фонарик, плавильная плеч. Ну да, друзья. У меня уже едет крыша. От одиночества в этом поезде. Могу говорить только с зомби и с собой. Так, я сделал, да? Куда я? Кликаю. Что я делаю? Саня, Саня. Так, это мы откладываем в сторону. Хотя мне сейчас это вновь понадобится. Плавильную печь я поставлю прям возле верстака. Максимально близко. Но чтобы оставалось пространство для стены. Вот так. Рядом с металлическим верстаком металлическая плавильная печь. Все логично. Да, елки-метелки. Все логично и разумно. Теперь начинаем махать, скручивать, закручивать. Нет, ну реально это похоже на какой-то космический унитаз. Ха-ха-ха-ха-ха. Такие стопудово устанавливают где-нибудь на МКС. Туда вот забираешься. И все твои как бы вещи, которые ты ел, они превращаются в еду снова. Космические технологии все-таки. Как-то утилизируются. Ну ладно, это все. Ва, и зачем такие звуки ты издаешь? Машина. Страшно же от таких звуков. Опаньки. А здесь можно будет создавать стекло из песка. И стеклянные бутылки. А где взять песок? Ха. Песок я видел только во второй локации на пляже. Ну где-то в лесу по-любому он есть. Но сейчас об этом запариваться не нужно. Делаем металлические слитки. Ох, какие звуки реально страшные издает. Все это оборудование, и оно страшнее даже чем зомби. Безумие какое-то. Я люблю, когда тихо, спокойно, птички только поют, деревья шелестят, и все классно. Так, три слитка у нас уже есть. Далее. Нам нужно два механизма и один двигатель. И швейная машинка будет готова. Механизмы уже начинают заканчиваться. Думаю, их можно будет скрафтить. И один двигатель. Прекрасно. Готово. У меня есть, друзья, швейная машинка. Может, даже создам себе какую-нибудь серьезную экипировку. Не только шлемный фонарик, но еще что-нибудь. Готово. Машинка у нас готова. Теперь стол портного. Древесина и металл. И то, и то у меня есть. Великолепно. Так, древесина. Древесина. Фух. Древесина. Пускай лежит сразу много. И пам-пам-пам. Обычный металл. Тоже пускай штуки три будет. Я туда вообще смотрю. Не туда. Так, стол портного. Во! Ха-ха! Прекрасно, друзья. Сейчас будем творить лютый пошив одежды и доспехов в домашних условиях. Прекрасно. Кровать нужно будет перенести из этого места. Как ее, кстати, удалить? Давайте ее разберем. Ей здесь не место. Нужно перенести ее в задний вагон. Он, пожалуй, будет жилым. Там у меня будут установлены всякие камины. Вот эти красивые вещи. Так, битуму уберем. Кровать поставим. Буду спать возле картошки. Кстати, картошка выросла. И было бы очень неплохо, наверное. Но здесь я поставлю камин, чтобы было красиво. Кровать пускай стоит под лестницей. Буду спать под лестницей. Отличное место. Молоток есть, да? Давайте сразу сделаем кровать. Потому что уже как бы наступает ночь. И, скорее всего, я скоро захочу поспать. Шикардосина. Картофель вырос. Собрать урожай. Теперь можно это дело посадить, друзья. Картошки у нас дофигища. Посмотрите, я не буду ее есть сейчас. Пускай она растет, дает свои плоды. Рожает картофельных детей, которых я потом и съем. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ух. Зомби-апокалипсис, крыша едет. Так. Что я хотел? Я хотел стол портного установить, точняк. И здесь нужно было ближе, наверное, ставить к вагону все оборудование. Потому что места занимает, конечно, много. Но пускай тогда плавильная печь. Я там шкаф установлю. Да, прекрасно. А плавильная печь, а точнее стол портного пускай стоит вот здесь. Слева от шкафов. Так, удалить не совсем ровно. Как-то... Как-то... Во, идеально. Лучше даже и не поставишь. Ну, начинаем крафтить. Друзья, скрещивайте пальцы, зажимайте кулачки за меня. Пожелайте мне, пожалуйста, шлемного фонарика. Я так хочу его получить. Вы бы только знали. Давай, шлемный фонарик. Появись. Абра-кадабра. Швейный фонарик! Шлемный! У-ху-ху! Так, мне нужен шлем. Мне нужен фонарик. Друзья, это гениальная вещь. Большое вам спасибо! Я бы еще очень нескоро сделал себе шлемный фонарик. Создаем. Класс. Есть новый рюкзак Зиби какой-то. Что он из себя представляет? Простой рюкзак машинистов группы Зампи Бастерс. Окей. А у меня какой рюкзак? Такой же. А есть ли смысл строить еще один рюкзак? Точнее, создавать, шить. Вместимость у него 20 килограмм. А у этого какая? То есть я не совсем понимаю, для чего мне еще один рюкзак. Если вдруг я потеряю этот, то у меня будет новый. Он же ведь не изнашивается. Если бы можно было положить вещи в рюкзак, а потом рюкзак положить в рюкзак, а туда еще вещей, а потом снова в рюкзак, вот это была бы тема. Но пока так. Хорошо, шлемный фонарик на голове. Теперь свет включается на L. А? Класс. Даже с молотком можно исследовать мир. Хотелось бы еще сделать броню из шин. У меня есть кожа. У меня требует... Есть пластик. Так, давайте все сделаем. Кожи, конечно, не так много. Но, в принципе, только броня мне и нужна. И немного пластика. Он, кстати, заканчивается. Неприятно. Готово. Блин. Стол портного. Это мечта любого выживальщика. Безусловно. Сильно изношенные кроссовки. Даже старые изношенные кроссовки удобнее ботинок. А у меня сейчас изношенные ботинки, которые не дают никаких плюсов. Нужно будет скрафтить еще себе... О, бронька. Нужно скрафтить себе изношенные кроссовки. Три кожи. Очень сложно найти столько. Рабочие ботинки я не буду делать, потому что, во-первых, кожи не хватает. Во-вторых, я бы не стал тратить материалы в любом случае. Мне нужны именно вот эти классные изношенные кроссовки. В них я буду двигаться быстрее, увереннее. И, короче, все будет классно. Ну и, друзья, я хочу еще одну вещь проверить. Наконец-то, можно ли сделать третий этаж поезда? Думаю, не мне одному интересно узнать. Так. Что? Что значит нет? Что значит нет нельзя? В смысле? Почему? Не понял. Не понял. Можно. Так, а что было нельзя? Че-то я погодите, запутался. Так можно или не можно? Нет, сюда это уже не устанавливается Почему-то Пол тоже наверх не устанавливается То есть и здесь он устанавливается А наверх нельзя, второй этаж это максимум К сожалению Убрать можно-то? А, вот, все нормально Придется, друзья, все же Строить уже крышу Хотя бы ее спроектировать Но так как я планирую здесь Чтобы все было серьезно Нам нужно установить сборщики воды И скорее всего стоять они будут Именно вот на этой крыше Здесь я буду, ну не знаю, выращивать картошку Место для сборщиков воды Просто не предусмотрено Поэтому давайте сделаем проход На второй этаж в первом вагоне По крайней мере спроектируем Это будет находиться у нас, лестница Прямо вот здесь Шикарно, ну а теперь надо бы лечь поспать Уже нифига не видно абсолютно Нужно спать И возможно сегодня я отправлюсь в город Конечно шуровать до него далеко И на самом деле мне немного лень Ну надо, надо, Саня Если хочешь выжить и двигаться дальше Нужно Ну и понятно, почему нельзя сделать третий этаж Блин, пипец Еще хотя бы часа два Понятно, почему нельзя сделать Я бы не смог просто заезжать на станции Например, вот на эту Крыша не позволила бы, да? Так, ну больше мне не нужно Здесь у меня будет стоять лестница Я буду подниматься, собирать воду Тут у меня будет ферма Здесь у меня жилой отсек А здесь чисто рабочие Вот и все распределено Все по своим местам Но пока скрафтить я ничего не могу Хотя, давайте-ка посмотрим Может лук сделать? Может сделать себе лук и стрел? Но нужна древесина И боеприпасов много Не знаю даже Ну, вроде ничего толкового Что здесь? Камины Это все второстепенное Это для улучшения условий жизни Вот что мне действительно нужно Так это молоток Нормальный человеческий молоток А не тот, с которым я бегаю сейчас Этого молотка хватит на дольше И работать он будет, скорее всего, эффективнее Тогда возникает вопрос Нафига я в прошлой серии сделал себе 15 молотков Которыми я даже не буду пользоваться? Хм Ну ладушки, друзья Я все-таки пойду в город Как бы я не хотел оставаться здесь В город бежать все-таки нужно Давайте переложим все ненужные вещи сюда Обратно Металл Гранату я возьму Безбольная бита тоже пускай будет Аптечка одна есть Перекусить Очень металлический Пока мне не нужен Разводной ключ Если потом не хватит металла Я пробегусь, пособираю его Ножик оставлю Нужна еда Сейчас забью пузо Как следует И отправлюсь в город Покорять новые высоты Исследовать мир Собирать древесину Чтобы можно было Сделать себе лук Так, я что-то выпил воды Маловато, да, мне кажется? Так, бобов надо съесть Шоколадок тоже поем Хотя нет, оно плюсуется Все нормально Показалось, что если я выпью подряд Две бутылки То вторая просто не усвоится А нет Все усваивается Так, как должно усваиваться Ну и как раз картофан вырастет Пока я там бегаю Ползаю Еще немного еды Ну а остальную еду Если проголодаюсь Уже отыщем в городе Это как бы дело такое Еще чуть-чуть И еще слегка Ну все, друзья В путь, дорогу Это оставляем Это оставляем Воду оставляем Гранату забираем Все, все, что у меня есть в руках Все нужно для путешествия Понеслась Нужно будет еще Построить лестницу Ведущую к вагону Но Что-то я про нее постоянно забываю Надо, надо сделать Действительно полезная вещь Чтобы каждый раз Не обегать по периметру поезд По 10 раз И не искать подъема Вот они, эти металлоломные штуки Бочки Но это уже когда будем убираться Со станции Сейчас Пройдемся Почистим зомбарей Соберем самые лайтовые вещи Там еду всякую Вот это Тяжелые Материалы Такие как древесину Я туда бегу? Вообще не туда Материалы как древесину Железо Я потом, может быть, даже вне серии Пробегусь Пособираю Ну посмотрим Я, по-моему, не туда бегу Я не помню, где выход Да, я прибежал Вообще не туда Блин Серьезно, Саня Чертов Лабиринт Так, давайте-ка я Сделаю так Давно энергетик не пил Пора бы Пора бы И Сила приседаний Вперед Это я понимаю уже Передвижение Мощное Друзья Напишите Кто-нибудь двигается В игре Так же, как я Через приседания Или вы предпочитаете Все-таки бег Вот мне интересно знать Просто мне кажется Что это самый эффективный способ Как можно быстрее Преодолевать Большие расстояния Ну, я могу быть неправ Может бегом Все-таки быстрее Так, вот это точно тот путь По которому нужно идти Не иначе Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да А если это не он Это будет просто Взрыв жопы Все Это он, друзья На город опускается туман И первый Кандидат На убиение Уже ждет Своего ножа В голове Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э он нужен. Вот можно было его обойти сзади, но я почему-то этого не сделал. Вряд ли, конечно, где-то в городе получится его найти. Наверное, нужно было во второй локации, где пляж, озеро. Ну, а тут вообще не видно. Конечно, можно взять лопату и пытаться копать землю, но такое себе занятие. Прямо скажем, не супер приятное. А вот это поприятней. Так, что у нас лежит в автомобиле? А в автомобиле у нас пустота. Хотелось бы все-таки рюкзак мощный, прокачанный, но жаль, жаль. Может, он все же отличается? Друзья, напишите, пожалуйста, в комментиры отличается тот рюкзак от моего или нет. Стоит его скрафтить или же достаточно моего рюкзака? Вот не знаю. Будем как исследовать город. Дом за домом, дом за домом. По порядку. Сперва эту первую линию ближе к станции, потом вторую, третью, а потом перейдем уже к большим мега-постройкам. Ну ладно, начнем с этого здания. Здесь уже лучше вооружиться пистолетом. Книгу можно взять? Не знаю, а вот стул разобрать по-любому можно. Кстати, да, действительно, эффективность-то высшего разряда у этого молотка. Им даже в теории можно попытаться ударить зомбаря. Да! Но я не буду тратить на зомбей офигенную вещь, такую, как молоток. Для этого у меня есть бейсбольная бита. Она и демаджа наверняка побольше наносит. И почему они сбежались все сюда? Чем я ваше внимание так привлек? Ой, куда это я? Класс. Спасибо. Так, здесь у нас пустота... О-о-о-о! Как будто бы этот дом создан специально для меня. Посмотрите. Он завален стульями. Класс. Это класс. Это хорошо. Еще стулья. Ах, жаль, консервы все съели. А вот эту древесину можно разобрать? Она же идеально подходит. Ай, жаль, нельзя. Че, кто рычит? Была команда не рычать. Кто будет рычать, и того не будет мозгов. Они все вылетят через затылок. Похоже, кто-то наверху решил немного дерзить. Либо, может быть, в одном из этих помещений. Нет. Давай! Иди сюда! Я тоже буду рычать на тебя. Ты где, э? Любитель порычать? Знаете, как охотники ходят на охоту с манками на зверей? Со свистками, которые имитируют брачный зов оленя или что-то в этом духе. Так же я буду ходить, чтобы зомбари нападали на меня, а я их отстреливал. Классная идея. Самое лучшее из всех тех, что приходили мне когда-либо в голову. Так-с. Нет, ну кто-то все-таки есть в этом доме, помимо меня. Пустой холодильник, а в холодильнике все есть. Так, ну понятное дело, что он на втором этаже балдеет. Ты где? О! Это блющаяся собака! Нифига, она лезла целоваться! Какого черта? Нифига она хочет меня поцеловать? Она мне сказать, чтобы приятно и пахнет наверняка не очень. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Как тебе такая ловушка, зомбарь? Так-с. Тут все пособирали. Все забрали. Последние еще две комнаты Так, комната Комната Стол, ну, понятное дело Отлично, много древесины И, похоже, такими темпами я бы ищу буквально два дома И уже придется возвращаться домой Ну, потому что все банально не влезет Уже все забито наполовину Так, все, все обыскал, да? Один дом готов Можно переходить к следующим постройкам Например, к дому напротив Вот этому По-моему, забор изменился Раньше вроде у него была другая текстурка немного Может, это заблуждение, но вроде да Так, телевизор разбитый Закрытые двери, за которыми Ни одного стула и ни одного зомби Как же жаль Здесь у нас Здесь у нас ванна Пустая Пустая Так, здесь у нас еще одна ванна На одном этаже две ванны Ну, это пипец Шикуешь, зомбарь? Зачем тебе две ванны? Не нужны они тебе? Стульев нет А что еще можно? Ну, я бы хотел шкаф разобрать Не знаю Тумбочку Подставку для телевизора Что угодно Ну, все, обыскали Первый этаж вроде как исследован полностью Кроме как, конечно же, кухонного помещения Микроволновки пусто Стулья Нет, ну серьезно После этого дома уже, наверное Побегу домой Еще второй этаж Можно будет обыскать Так, 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 так Все А тут мы были? Да, это ванна Почему я два раза проверяю помещение? А, это одноэтажный дом После него Все нормально Все нормально Что-то я сам себя Это, запутал Такое бывает Да, это одноэтажный дом Но хотелось бы выйти на задний двор как-то А вот выхода на задний двор Как раз таки нет в этом помещении Просто, скорее всего С заднего двора Есть проход Ну, здорово, братан Есть проход в гараж А в гараже могут лежать Различные механизмы Шестеренки И прочие добрые, приятные штуки Но, ладно, друзья Этим мы заниматься будем Уже в следующей серии Пока на этом все Большое вам спасибо за внимание За просмотр Надеюсь, видосик вам понравился До новых встреч Удачи Пока Счастья вам Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok